Жизнь после инфаркта не закончена. Об этом не устают повторять врачи. В первое время после перенесенного недуга нужно соблюдать постельный режим, а дальше обязательно пройти курс реабилитации. Благодаря специальным процедурам снижается риск развития повторного инфаркта и человек быстрее адаптируется к своей обычной жизни. У этих пациентов очень быстро нормализуется артериальное давление. У них отсутствует такой фактор риска, как гиподинамия. То есть они занимаются каждый день или три раза в неделю по одному часу в день на тренажерах под контролем наших врачей лечебной скульптуры и под наблюдением кардиолога. Как правило, сроки реабилитации для каждого человека устанавливаются индивидуально. Кому-то достаточные месяца, кто-то занимается годами. Перед тем, как назначить человеку программу реабилитации, учитывается целый ряд факторов. Обширность перенесенного инфаркта, общее физическое и психологическое состояние. Во время лечебной физкультуры или занятий на тренажерах, за пациентами ведется тщательное наблюдение. Также идет мониторирование тренировки. То есть у нас ведется запись, где на компьютере выводятся каждые 15 секунд показатели пульса, дистанции, потребления кислорода. И от тренировки в тренировке мы стараемся увеличивать и расстояние, и нагрузку, так чтобы наши пациенты чувствовали себя почти здоровыми людьми. Кроме тренажеров и лечебной физкультуры, перенесшим инфаркт миокарда назначают усиленную наружную контрпульсацию. В результате этой процедуры у человека улучшается кровообращение и снижается риск развития осложнения. Сама установка состоит из большой-большой кровати, на которой находится сам пациент. Манжеты, которые последовательно поступают в воздух, нагнетаются. Сначала сокращаются голени, бедра и ягодичная ума.